Приветствую всех, кто просматривает в режиме онлайн. Начнем мы с вами утренний брифинг. Алексей приветствую, вижу. Андрей приветствую, вижу. Всех из чата, да? Ребята, кто просматривает в онлайне, могут задавать вопросы, получать ответы, так сказать. Меня зовут Марченко Юрий. Сегодня 22 февраля. В России предпраздничный день. Возможно, даже сокращенный, честно говоря, я не знаю, потому что я работаю, так сказать, без учета вот таких вот праздников. Поэтому и завтра торговый стрим будет, и завтра утренний брифинг будет. То есть в обычном режиме мы с вами проработаем. Сегодня четверг, и работаем мы по расписанию четверга. Сегодня у нас разбор сделок. Мероприятие, которое организовано с вебинарной комнатой. Зарегистрироваться на это мероприятие может абсолютно каждый, оно абсолютно бесплатное. Что мы делаем? В течение получаса с 13.00 до 13.30 я просматриваю счета, которые мне дали, скажем так, под мониторинг. То есть это ребята, которые проходили, проходят обучение. И мы посмотрим с вами в открытом, скажем так, режиме, чего они добились, где у них какие огрехи, что они делают правильно, что неправильно. В основном это, конечно, сделано для того, чтобы передать опыт именно тем, кто обучается, так сказать. Ну и для людей, которые хотели бы что-то для себя подчеркнуть, тоже вполне возможно. Регистрация на сайте открыта, проходить регистрацию. В принципе, еще сегодня все получат приглашение. Но давайте теперь по рынку. Мы с вами видим, что давайте начнем с экономического календаря. Артур Демар, всем привет. Всех вижу, всех вижу, всех слышу. 22 число. Суд о выплате Украины. У-у-у, потат нефти. Интересно. Надо будет посмотреть именно ту самую акцию. И все, да, значит, по фондовому. Ну, там еще будут моменты. По Форексу, что у нас сегодня мы будем ожидать. Сегодня, кстати, день должен быть тоже интересный. Сегодня есть некие новости. Значит, ВВП в 12.30 в Англии интересны. На самом деле не очень интересно, потому что это уже уточненные данные. Скорее всего, то, что ожидается, да, имеется в виду, какая ожидается цифра, такая цифра и будет у нас фактическая. Поэтому реакции от этого будет мало, да. В 12.30 только краем глаза посмотреть и все. Публикация протокола заседания по монетарной политике в еврозоне будет в 15.30, но это публикация протокола уже прошедшего заседания. То есть, фактически, это констатация, скажем так, документальная констатация того, что было уже оглашено ранее. Никакое решение процентной ставки здесь не принимается. Никакое решение новое о смене монетарной политики тоже не применяется. Это просто протокол. Вероятность того, что там будет что-то написано новое, практически стремится к нулю. И, соответственно, движение тоже практически стремится к нулю. Запас сырой нефти сегодня. База индекс срочных продаж не так. Это все дело важно. Где же у нас были важные новости-то фактически? В четверг же что-то было? Нет. Что-то нет у нас ничего здесь интересного. Хм, прикольно. А я думаю, что в четверг у нас кто-нибудь дозажгет. Ну ладно, зажгли у нас фактически вчера. Да, было неплохо. Неплохо сработали по австралийцу, по евре. Да, ребята, это отмечают в чате. Спасибо вам, так сказать, что пишете такие моменты. Ну, поехали по рынку, пробежимся. Начнем традиционно с европейской валюты. Значит, что мы с вами ждали по итогам вчерашнего брифинга? Мы с вами обращали внимание на то, что есть некое накопление приблизительно где-то здесь. Поэтому мы не знали, в какую сторону накопление, вверх или вниз. Мы видим, что из баланса мы вышли вниз. Вторая идея, это была дождаться теста. Впрятать стоп можно было за этот объемчик. Собственно говоря, что было сделано. Вход состоялся, выход по первой цели состоялся. Идеально. Я так понимаю, что по времени, если так прикидывать, то это примерно протоколы ФОМС. На основном, что-то двинули. Но, как видите, они структуру рыночную нисколько не изменили. А вот дать возможность зайти в сделку вообще очень-очень даже неплохо получилось. Аналогичная картина вышла у нас и на австралийца, на самом деле. Что мы будем ждать сегодня? Так, европейскую валюту мы смотрим. Рыночный сантимент, используя индикаторы от SharkFX и данные от брокера Уанды. Мы видим, что по позициям у нас народ вышел в профит. Это даже можно так маленечко отмотать и посмотреть, что он вышел в профит относительно недавно. Просто потому, что он засиделся, так сказать, он изначально был в убытках. Потом просто цена пошла в их сторону и они все вышли в профит. Некоторые из них, кстати, этот профит зафиксировали. Что мы ждем сегодня? Вот тут интересно, есть ли стопы у нас под этим минимумом. На самом деле он очень привлекательный. Но мы с вами видим, что стопов отложенных ордеров под минимумом нет. Внимательно смотрим, будет ли это или нет появление. Вот и все. Больше ничего здесь по сантименту, к сожалению, сказать будет очень сложно. Посмотрим с вами на кластера, используя платформу ATAS. И мы видим с вами что? Мы видим с вами падение, уверенное. Мы видим с вами уверенное накопление. Мы видим тест накопления. Очень глубокий на самом деле тест, что маленечко таки пугать должно. Что ли, в какой-то степени. Но тем не менее, структуру это нисколько не меняет. Боимся вот этого всего однозначно. И в принципе, тут, наверное, лучше ждать, ребят. Для интродэй реально лучше ждать. Пройдем ли мы этот минимум, либо не пройдем. И если мы выйдем за этот баланс, то тогда, собственно говоря, хана нашему с вами тенденции. То есть, либо мы проходим вниз, и тогда тренд сохраняется. Либо мы откатываем настолько сильно, и тогда нифига тренд не сохраняется. Но у нас, в принципе, здесь ложный пробой. Вот эта вот штука, она очень красивая была. Поэтому ждать-то ждать. Но надеяться, или даже рассчитывать, будем больше на продолжение движения вниз, как на основное. И ваше внимание я уделю вот этому балансу все-таки. То есть... Ай, что это я здесь рисую? Давайте не так. Здесь мы сейчас все удалим. На форексном, да. Вот так вот. То есть, получается, самый хороший исход – это пробой 1.2205. Возможно, при движении к нему мы увидим появление стопов. Это будет для нас просто, так сказать, сигнал своего рода к действию. Потому что, если мы сегодня пробьем, продавать нельзя. Это будет уже больше, чем у ТАР дневной. А второй момент – это 23.75, 22, 23, 25. Ого! То есть, вот у нас сопротивление. В принципе, мы пройти его не должны. В принципе, мы пройти его не должны. И у нас есть, собственно говоря, поддержка, которой бы хотелось пройти. Мы сейчас находимся в боковике. Ой, в середине всего этого дела. Поэтому откупать отсюда, если спустимся, дело, мне кажется, дурное. Продавать отсюда, в принципе, можно. Но давайте попробуем вот так-то нарисовать. То есть, фактически, мы попробуем зацепиться за тест, если таковой будет. Но идея, конечно, по сравнению со вчерашней, ну, так сказать, не очень. Так, по кластерам, если мы там проверим, то, в принципе, мы знаете, куда можем удариться. Мы можем удариться вот в этот, вот в эти вот кластера. Примерно, либо вот в эти. То есть, ну, в принципе, реально, в принципе, резонно. Но, тем не менее, опасность этой сделки заключается в том, что мы находимся с вами вот в поддержке. И покупая, продавая в поддержку, мы можем столкнуться с большим разворотом. Поэтому в этом вся опасность. Фунт ничего не сделал абсолютно. Тоже сдвинулся вниз. Тоже там какие-то шпильки. Основная тенденция вниз продолжается. Но, как я уже говорил раньше, у нас здесь поддержка. Вот здесь-то точно страшно продавать. В ней вот здесь сопротивление тоже страшно. Поэтому мы тут фунт с вами в сторонку. И только лишь сантимент глянем. Кластера смотреть не имеет смысла. Там я сомневаюсь, что там что-то новое. Там, скорее, что отсутствие старого. Я ему даже сказал. Ну, прогружайся. Да, вот прогрузились. Да, мы народ в покупках. В принципе, в основном, также вылез какой-то кто-то в профит благодаря падению ночному. Есть стопы под хай вчерашнего дня. Но мы на них не смотрим, потому что это вообще контртрендовая ботва. Канадец двинулся в нашу сторону. Единственное, что боялся я откупать. Потому что зона широкая. Движение состоялось трендовое. Это мои сомнения касаемо того, что эту шпильку что-то там будет держать. Полностью подтвердились. Никто ничего не держит. Объема здесь нет. Объема здесь нет. Объема здесь нет. Мы в аптренде с вами, ребята. В общем, на таком нормальном аптренде. И, наверное, надо рассматривать именно покупки. Что у нас по сантименту? Народ у нас к этому движению отнесся нейтрально, скажем так. То есть, в принципе, я бы не сказал, что кто-то здесь прям встрял. И не сказал бы, что где-то скопились чьи-то стопы. Смотрим фьюч, кластерный анализ. Ну, обращаю внимание, что здесь накопились и здесь накопились. И, в принципе, опять-таки мы с вами видим какой-то большой баланс. Ну, вот давайте теперь мы делаем так. У нас вот этот вот кластерочек, он у нас уже крайний. Почему он крайний? То есть, от него пошла, так сказать, жара, и ниже него мы не прошли. И вот здесь тут есть объем, который мы сейчас только что с вами видели. И мы не знаем, в чью он сторону, но лучше, если это в сторону вниз. Поэтому, если будет какой-то откат, то мы его будем с вами ждать вот именно в этот баланс. То есть, фактически, начиная от 26.30, заканчивая 26.00 ровно, мы с вами будем ждать. Ну, учитывая, что это поддержка при любом откате, который, кстати, может не состояться, честно говоря. Да, потому что у нас его здесь, тут баланс, здесь мы в него можем откатиться. Закрылись мы в лой дня. Поэтому это сверхконсервативно. Наверное, как идея торговая, да, но тем не менее, попробуем попреследовать ее. То есть, вот такой вот момент для покупки мы с вами можем сделать. По целям, я думаю, здесь, ну, стоп, понятно, туда. По целям здесь пока не определено. Знаете, надо бы запрыгнуть просто. Вот и все. Японская иена. Вчера кто-то мне прислал, Игорь, по-моему, мне прислал, что где-то он здесь зашортил, вышел с небольшим профитом, не поверил в этот объем. Абсолютно правильно. Сегодня. Абсолютно правильно, что не поверил в этот объем. Какой-то он стрёмный, зашли глубоко, зашли страшно. Оставаться там было реально страшно, и мы вот не увидим. Так, сантимент. Что он с ним у нас? Что с ним у нас? Николай тут пишет, да, совсем-совсем вряд ли будет откат. Речь, я так понимаю, про канадец. Ну да, абсолютно верно, то есть, ну я бы даже так сказал, при условии, если мы тут зафлетим на сегодня, да, то завтра, может быть, мы здесь зацепим. А так, конечно, вообще очень вероятно. Ну, если хотите, можно брать от этого баланса. То есть, начиная там на 26-75, я думаю, в принципе, можно. Вот здесь тут есть что-то такое интересное. Да, и вы согласны. Ну, что поделаешь. Вчера бы посмотрели бы в этом плане, вы уже бы сидели бы в сделке. Да, не страшно было бы. По сантименту вернемся к японцу. В принципе, ничего интересного нету. Народ здесь наторговался, ставки сделал. Стопов, стопы есть. Стопы есть. Не понимаю, почему они здесь. Ну вот, а еще они есть вот здесь. Да, за эти минимумы тоже не понимаем, почему они здесь. Ну, тут что-то, в общем-то, такое интересное. Ну, в принципе, можно попробовать 350 пунктов выхватить на вот этих вот стопах. Но что-то, что-то как-то, что-то не знаю, да? Маленький объем, что ли, попробовать зайти? Будет, ну, так сказать, сложно. Японца посмотрим на фьючах. В принципе, ничего не изменилось. В принципе, ничего не изменилось. Давайте мы будем проследовать такую же идею. То есть, мы с вами рассчитываем, что у нас здесь будет импульс. Возможно, на этом импульсе имеет смысл поработать, поскольку там есть какие-то стопы. Но для, скажем так, большей уверенности, да, предлагаю дождаться вот именно так. Чего мы там дождаться-то? Вот кластер и вон кластер, да? Предлагаю дождаться все-таки 108.25 и 108.90. У нас вот такая вот широкая достаточно зона сопротивления. Сколько-то здесь? 60 пунктов практически, даже чуть больше, да? Ну, вот туда мы можем с вами стартануть. И вот там, наверное, реально можем будет попродавать. До туда долететь мы можем быстро на стопах, на чужих. Вот, если у нас получится продать, наша первая цель остается та же самая. Это 107.20, вторая цель, это 106.60. Ну, понятное дело, цели не на сегодня. Нам бы здесь залезть, да так безопасненько, чтобы было хорошо. 60 пунктов, 600 пунктов много, конечно, для стопа, на мой взгляд. По моей вернее подходу, но, в принципе, реально. Да. Австралия, смотрим ее. И вот здесь сделку я одну выкинул, да? Потому что тоже в нее увидел ее только сейчас. Евро-то там, ладно, уже там увидел еще с утра. А здесь у нас Австралия. Но это тот самый момент, когда у нас получилось зацепиться, да? То есть импульс вниз, откат и движение вниз до нашей с вами точки Тейк Профита. Ну, вот такой вот состоялся вход. Замечательно, на самом деле. Что будем делать дальше? Собственно говоря, со всей этой ботвой мы видим с вами... Что мы с вами видим? Мы с вами видим зазависший терминал. Потом подгружающийся индикатор мы с вами видим. По иене вниз давит, Nikkei падает. Nikkei, кстати, касаемо индексов. Я вот смотрел эту корреляцию. Потратил на нее, наверное, квартал. Корреляцию этих S&P с индексом доллара, Nikkei с японской иеной. Ну, вообще, очень хорошо все двигается. Но, зараза, одно но. Оно все двигается одновременно. Вот если бы сначала падал Nikkei, а потом бы доллар японской иеной, О, была бы вообще красота. А так, знаете ли, как-то все одинаково, синхронно происходит. Целый квартал на это потратил. Ну, не то, чтобы я там сидел целыми днями, смотрел, но, так сказать, наблюдал. Дальше. По рыночному сантименту ничего нет интересного. По стопам, в принципе, они должны были бы здесь появиться, но их тут тоже нет. Ситуация аналогична евро. Мы стоим с вами на поддержке. Она была, во всяком случае, она слабенькая, потому что оттестируем ее глубоко. Скорее всего, мы ее таки пройдем, но раньше времени не суемся, да. Мы на этом заработали с вами вчера, поэтому я предлагаю сегодня здесь курить в сторонке, тем более, что аналогичная ситуация у нас здесь по евре. Если выстрелит... Если выстрелит эта идея, то мы заработаем на аналогичную ситуацию на евре. Если не выстрелит эта идея, то мы потеряем и на евре, и на австралийце. Слишком большие риски здесь и опасны. Основная идея в шорт. Вопросов нет. По золоту, Gold Comics поздравляет тех, у кого с терпением все нормально. Доехали мы таки до нашего тейк-профита. К сожалению, здесь точно так же, как и на австралийце, я считаю, нужно покурить, подождать, потому что у нас здесь поддержка, здесь, здесь сопротивление, сопротивление. То есть мы вот в таком вот билиберде находимся. И, наверное, будем находиться в течение сегодняшнего, завтрашнего даже, может быть, дня. И раз уж у вас может быть выходной завтра, я советую сюда здесь не залазить, потому что выходной может быть омрачен. Нефть марки WTI не хочет ей двигаться наверх никогда. И более того, она зашла очень сильно-сильно глубоко в нашу поддержку. Скорее всего, мы ее пройдем, поэтому я бы здесь фиксировался. У меня сделки нет, честно говоря. Но если кто-то поверил мне в этом плане, ребята, выходим с тем минусом, который у нас есть. Застрянем. Я вам точно говорю, застрянем. Хотя есть у вас шанс, будут сегодня запасы. Может быть, как-то стрельнет в вашу сторону. Если более глубоко копнуть, так сказать, то мы фактически вот, да, наторговались. То есть, хотя подождите, хотя подождите. У нас все-таки вот этот баланс, он очень крутой на самом деле. И, в принципе, если под него спрятать стоп, он там и должен быть, то, наверное, имеет смысл оставаться в сделке. Давайте мы, наверное, с вами так и предпримем, да, какие-то действия. То есть, у нас есть поддержка, она очень важная. Ну, она очень интересная, скажем так, потому что это на открытии Америки. Это раз. С положительной дельтой этой два. Приблизительно такая же штуковина есть где-то наверху. Но она выглядит чуть-чуть послабже. Поэтому цель просто надо скорректировать, ребят, да. То есть, до 20.62-25 доехать. И это будет, на самом деле, хорошо. Хорошо, чтобы излишне не рисковать, стопик мы с вами так и оставляем под 60-75. И надеемся, что запасы да помогут нам запасы. Бренд. Ну, ситуация аналогична, в принципе, да. Мы с вами наторговали достаточно большой объем внутри боковика, да. То есть, вот у нас сопротивление, вот поддержка. И вот мы с вами наторговали его вот здесь вот. То есть, вот он у нас есть. Он тоже очень похож на WTI, что, в принципе, не страшно. В принципе, логично даже, да, я сказал. То есть, у нас есть поддержка, поддержка, сопротивление, сопротивление, поддержка. Вот. Откуда и что, куда пойдем, честно говоря, не знаю. Для ребят могу подсказать, что 64-20 это, скажем так, линия, которая ограничивает, скажем так, поддержку. И, собственно говоря, хай это 65-85. Считаю здесь целесообразным посмотреть просто, куда мы выйдем из этого диапазона и торгать в ту сторону, куда выйдем. То есть, если мы выходим вниз, тогда мы идем на какой-то откат и двигаемся, ну, вот туда, да, вот хотя бы вот сюда, то есть 62-63-20. Да, при хорошем раскладе 62-25. То есть, вот сюда. Вот, если выходим вверх, ну, вот здесь сложнее, конечно, потому что, ну, хотя бы до 67-20 попробовать доехать до вот этих кластеров вот этого объема. То есть, ну, вот примерно такой момент, но лучше ждать, лучше ждать. И, конечно, хотелось бы, чтобы все вышло вверх с одной стороны, потому что у нас WTI там в лонгах как бы, но с другой стороны вверх не так уж все это дело и круто выглядит. Сишка без изменений, мы с вами находимся в боковичке, граница которого 57-200 и ULO это 56-350. Здесь ничего нету, ну, никаких изменений, так сказать, нету, даже 57-150, да, 57-150, да, 57-150. Здесь никаких особых изменений нету, торгуемся во флете, приступаем к покупке, если таковое будет движение, если будет таковая инициатива. 57-800 наша цель, это вот эти вот кластера, в принципе, здесь без изменений. Одно но, сегодня последний торговый день по данному инструменту, поэтому, внимание, да, идея с Рижкой не получилась у нас. Мы вышли вверх, вышли очень эффективно, вышли на росте открытого интереса, вышли агрессивно, поэтому движение вверх для нас становится движением основным. Поэтому, вот это вот все, конечно, страшно, пугает, но вот это тоже на дневке не просто так. Поэтому мы здесь смотрим что? Мы здесь смотрим это накопление, да, идентифицируем его как покупатель, скажем так, поэтому 125-400 и 120... Давайте я даже сделаю так, то есть 127-900 и 127 ровно, то есть я оградил, скажем так, вот этот, вот эти кластера, которые фактически, в которых проходил основной набор, вот эти вот, да, в которых проходил основной набор на положительной дельте. И любой откат в ту сторону, который уже, в принципе, стоялся практически на закрытие, да, будем рассматривать как возможность зайти в покупки. Здесь с целями поосторожен, ребят, потому что мы можем просто взять и остановиться, тем более, что мы это уже сделали, да, ну вот доехать до 130-200, в принципе, до этого баланса, я думаю, еще раз мы с вами можем. И цели такие маленькие, потому что, опять же, этот инструмент сегодня последний торговый день. Сберыч вчера сходил как надо, в принципе, то, чего от него ждали, он, конечно, тот еще космолет, и тоже обращаю внимание, что у него прошли где-то набор, примерно где-то здесь, поэтому 27-075 и 27-600, это у нас своего рода поддержка, которая подразумевает открытый интерес. Правда, маленький смущает его уменьшение в тот же практически момент, да, на откате, но, тем не менее, это место, откуда можно попробовать попокупать, и, в принципе, туда можно попробовать поставить под все это дело, попробовать подставить стоп. Проблема в том, что этот стоп, конечно, не позиционный, цели здесь не показывают, цели могут быть волшебные. Газпром, идея с лонгом у нас реализовалась, мы находились в покупке, и до цели не дошли, сидим, ждем 14670, наша цель по данному инструменту, я думаю, еще реально, можно разве что стоп поставить без убыток, если такого есть, либо частично крыться, и напоминаю, что сегодня последний торговый день по данному инструменту. Ну и давайте по вопросам, какие есть, и в чате, и не в чате, и так далее, и так далее. Добрый Зараславль, впервые онлайн, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Игорь. Онлайн мы еще проводим торговый стрим на открытии сессий. Он начинается с 9.30 Москвы до 12 часов, пока такое расписание, проводим мы его по вторникам и пятницам, и завтра будет торговый стрим тоже онлайн, ну и брифинг каждый день, в принципе, в онлайне мы проводим, поэтому тоже вам приветствуем. Тут Николай Белев, да, касаемо другого чата, тут есть нюанс, так сказать, фонда, она как бы более тендензионная, е-мое, там тенденция, она более серьезно идет, и в этом есть вся соль. Ну, спорить не буду, фонда, если она тенденция идет, да, вверх, то это надолго, так сказать, но немного. Если эта фиговина начинает заваливаться, то это очень быстро и интересно, именно поэтому позиция лонг и позиция шорт обрела вот такое название, благодаря вот как раз-таки вот этой штуковине. Про Никей, к тому же, есть небольшие разрывы, вчера по Никей можно было поймать разворотик в кроссах иены, в принципе, регулярно Никей подсказывает поене можно. К тому же, тенденция на фонде штука серьезная, ее видно четко, иена, она отрабатывает все равно, и не будет стомнений, а куда разворот ли упрощает она. Все же, достаточно следить за дневками по фонде, чисто дневные тенденции не более. Ну, возможно, может быть, может быть. По комментариям, видео, которое тут есть, Юрий, сколько ваших прогнозов, смотрю честно, все в точка, а вот USD, как вы сказали, так и упал. Не побоялся, когда пошел откат, закрыть, страх мешает торговать, скажите, что возможно учиться. Обучаться возможно, обучая я двум направлениям, это классный анализ, анализ по рыночному сантименту, все эти курсы есть на сайте, тренд-флор.нет, описание, оферта, условия, обучение. Вот сегодня у нас будет мониторинг сделок, то есть, я знаю прекрасно, что просто дать информацию, на самом деле, это мало для людей. Нужно дать информацию и нарастить опыт. Опыт наращивается как раз-таки благодаря мониторингу, наставничеству, как угодно это называть. То есть, я даю теорию, ну и потом в течение полугода-года на практике мы это все дело просматриваем и корректируем. Именно для этого созданы разбор сделок, именно для этого я просматриваю их два раза в неделю, так же, как и сегодня. К вам ссылку я кину в ответ, в комментарии вы посмотрите. Ну, а так, в принципе, я вам хочу сказать, что есть спрос на обучение. Действительно, люди как-то видят, что идеи отрабатываются. Благодаря этому, в принципе, я в каком-то профите нахожусь. Вот. И страшно ли мне? И мне страшно, на самом деле. И это нормально. И лет через пять только это пройдет. Да, и в какие-то моменты мне страшно тоже. И это нормально, потому что это, скажем так, работа на деньги. И никуда вот этого не денетесь. Ну, вот я сейчас тоже ищу для себя более комфортные стратегии. Именно поэтому связался с опционом российского рынка. Там, конечно, страшно, но большую часть времени все спокойно. И еще один момент, как решить про страх. И я исключаю, не исключаю, я пытаюсь отойти от внутридневной торговли. Да, у меня вся торговля, я стараюсь, чтобы она сводилась к расставлению ордеров. То есть, чаще всего утренние брифинги я провожу отнюдь не для людей, ну, не для аудитории, а провожу для себя. Я рисую планы для себя. Я расставляю отложенные ордера на пробой, на отбой по итогам утреннего брифинга. Все ордера, в принципе, да, у меня тоже спрашивают, продаете ли вы там сигналы, можно ли вас там подписать. Сигналы никакие не даю. На странице трейдинг, да, на сайте trading-floor.net есть таблички, которые, скажем так, которые благодаря сервису MyFxBook мониторят, ну, не состояние счета, а мониторят открытые сделки и установленные отложенные ордера. В принципе, если вы будете следить за всей этой табличкой, у вас будут точно такие же результаты, как у меня, в теории. И вот именно в теории. Но на практике я прекрасно понимаю, что повторять в точности все сделки, ну, просто нереально. Да, поэтому и есть направление именно обучения. И мне нравится, когда ученики, ну, когда последователи, скажем так, не просто делают за мной такие же действия, которые я, и наступают на те же грабли, что и все остальные, но и принимают решения самостоятельно. Я не претендую на абсолютную справедливость. Вадник Егоров. Почему последний день по Си, она же в середине марта закрывается? Последний день по Си не потому, что она закрывается, а потому, что сегодня последний рабочий день на этой бирже. Сегодня 22 февраля, завтра 23-е. Завтра российская биржа не работает, соответственно, не торгуется ни Си, ни Ри, ни Сбер, ничего не другое. Да, у нас три выходных дня, 23-е, 24-е, 25-е. В следующий раз Си у нас будет 26-го работать, и весь остальной рынок. Я просто к тому, что, чтобы не омрачить себе дни, так сказать, праздничные, постарайтесь остаться без позиции. Это вот к вопросу о страхе. Хотя, конечно, можно отметить как следует 23-е число, и ничего не бояться. Ладно, коллеги, большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И встречаемся, несмотря на завтра праздничный день, встречаемся завтра. Ну и кому надо, сегодня на вебинаре на разборе сделок. Пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok